получилась вот такая конструкция вот такая конструкция ничего сложного никаких особых подручных средств меня не оказалось потому что скажем так в условиях полевых наслюнявил штуцер наслюнявил шланг своей пересохшей липкой слюной в дел с помощью вот такого швейцарского ножика выживание закрутил один хомут потом здесь очень удобно получается в том плане что просто напросто штуцер открутил дальше что у нас дальше вот у нас тут сама печечка еще не включал что-то что-то делать с первого раза. Ну, все, здесь все открыто. Сейчас попробуем. Просто открываю вентиль. Ну да, смотрим. Вот смотрите, видите, как манометр показывает. Манометр показывает давление посередине, между 0,1 и 0,2. А если его закрутить, то так увеличивается, а так уменьшается. Ну, вот, собственно говоря, впервые. Вообще я же не пользовался такими вещами никогда. И дома у меня электрическая плита. Это давным-давно, когда я был совсем маленький, были титаны, были газовые плиты с заменяемыми баллонами. Но это было очень давно. И, естественно, было оборудование не такое, совсем другое. То есть, если открутить, то он закрывается полностью. Поставим давление, наверное, какое-то в районе единички. Все, и попробуем тогда зажить. Подвинем подальше. Возьмем, в принципе, вот здесь зажигалка, кстати. Уюты. Я не знаю, где они есть, где нет. Вот такие зажигалки. Я, наверное, видео-то про нее не снимал. Роскошная вещь. Стоит совсем недорого, рублей 400-500, по-моему. Но работает изумительно. Я ее пользуюсь уже второй или третий год. Она, во-первых, такая не скользящая, прорезиненная. Она заправляемая. Газ в ней все еще существует. Вот, вот так она открывается. Ну, а вот здесь, кстати, даже есть революционная пламень, которую я и только сейчас и увидел. Вот тут вот снизу. Вот. Есть блокировка. Вот эта. И горит, в принципе, в любой ветер. Зажигалка, ну, обалденная, честно я говорю. Обалденная. Потому что все вот эти вот экспедиционные зажигалки, а херена, дорогие. Вот. Эта зажигалка недорогая. Ну, не фиг знает, как она. Вот она вот такая вот. CTL. В общем, посмотрите, найдете. Я ее купил в Уютере. Вот так вот. Ну, все. Зажигалку. Пока откладываем в сторону. Берем спичечку, да. Пробуем. Ну, все, что не потухло. Сжимаем. Ага, ну, стой. Ладно. Сжигалку. Зажигалку. Сжигалку. Кипец, отстал что-то. обшор, Саши. Тим кошек, как атомный реактор. Кей. Ну вот. Ну пипец. Ну, немножечко неудобно, да? Вот из-за этого. Давайте еще раз зажжем. Сейчас посмотрим, как сжигать больше спички. Ну тут ветер. Спички на 5 раз. День, когда мы сейчас убиваем сильный. Катран. Уменьшит. Уменьшит. Посмотрим, как работает электриктор. Сейчас я что делаю? Уменьшит. 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 Ну, в принципе, без разницы. Сейчас скажу. Сколько. Сейчас я тут закручиваю до конца. До двойки. Ветер, пламя открывает. То же самое. Может, если уменьшать, просто уменьшится. Сейчас он уходит. Уменьшаю. Меньше единички. Ну, я бы сказал, работает так немножечко она грубовато. В отличие от новой земли. Да, более четко работает. Ну, здесь такое пламя. Не въебинах. Возьмем супер-пяйнички. Возьмем супер-пяйнички. Ну, берем сюда водичку. Ну, да. Прихожу к выводу, что вроде как экран нужен. Просто и в палатке на улице, и без экрана тяжеловато. Чайник стоит классно, в принципе. Чуть-чуть, правда, вот. Нормально. Процесс пошел. Главное, работает. Главное, все работает. Единственное, что поджигать ее вот такой зажигалкой, как-то, я бы не рекомендовал. Ну, не так, чтобы прям для лугаря, но даже на маленькой. Слишком уж она интенсивно выделяет газ. И даже на маленьком огне, когда поджигаешь, вспыхивает она, как бойко. Конечно, может быть, спичечку или просто этот, трн-трн-трн, который этот, мезопончиком какой-нибудь, завестись мезопончиком. Наверное, было бы лучше, чтобы пальцы не обжигать.